В спортивном зале Славянского электротехнологического техникума состоялся муниципальный этап краевых соревнований до призывной молодежи по стрельбе из пневматической винтовки. Ежегодные соревнования проходят в рамках месячника по оборонно-массовой и военно-патриотической работе. С подробностями наши корреспонденты. Организован турнир управлением образования и славянским филиалом Кубань-Патриот-Центра. Участие в соревнованиях приняли школьники и студенты со всего Славянского района. Среди стрелков с каждым годом все больше можно заметить участников женского пола. Одна из них – Виолетта Редько. Несмотря на то, что стрельба – дело не женское, девушке нравится участвовать в соревнованиях. По ее словам, навыки в стрельбе пригодятся ей в будущем. Мне нравятся все военные мероприятия. В будущем я мечтаю пойти по военной карьере. Для меня важно. Это дает мне больше уверенности. Я мечтала всегда с раннего детства защищать свою родину. Поэтому всегда во всех военных мероприятиях я участвую. Стрельба является одним из обязательных этапов подготовки до призывников, считает руководитель славянского филиала Кубань-Патриот-Центра Валерий Чапаев. Задача какая? Во-первых, задача – отобрать лучшие команды на зональные соревнования. Ну а самое главное – это готовить ребят в службе в армии, чтобы они умели метко стрелять, метко обращаться с оружием. Поэтому вот это главная задача. Победителем среди общеобразовательных учебных заведений стала школа номер 48 из станицы Черноярковской. Среди средних и высших учебных заведений – Славянский электротехнологический техникум. По итогам состязаний будет сформирована сборная муниципального образования, которая представит наш район на зональном этапе. Тина Копачевская, Надежда Неткачева, Игорь Ванчугов. Программа «События». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова